Очень рано на рассвете с ароматами в руках Жены и веры, Божьи дети, шли ко гробу сбросить страх. Нет живого среди мертвых Иисус Христос воскрес, Пусть Его сердца охотно Воспевают до небес. Но у гроба изумились, Нет у Господа исчез. Ангелы вдруг явились, И сказали, Он воскрес. Нет живого среди мертвых Иисус Христос воскрес, Пусть Его сердца охотно Воспевают до небес. Вот и место, где лежал Он, Убеждали они жен. Смертью смерти был бил жало, И воскрес навеки Он. Нет живого среди мертвых Иисус Христос воскрес, Пусть Его сердца охотно Воспевают до небес. Иисус Христос воскрес, Пусть Его сердца охотно Воспевают до небес. Иисус Христос воскрес, Пусть Его сердца охотно Воспевают до небес. Иисус Христос воскрес, Пусть Его сердца охотно Воспевают до небес. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогие гости наши и всех, кто смотрит и слушает, сегодня радостный праздник у детей Божьих. Сегодня торжественное служение, которое мы посвящаем ради Воскресшего. Сегодня мы здесь для того, чтобы пред нашим Господом порадоваться и поблагодарить Его за чудный дар спасения нашего. Я всех приветствую и поздравляю! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Прежде чем мы попросим благословения на наше праздничное служение, желание моего сердца прочитать из книги Псалтырь, 67-й Псалом, 4-й и 5-й стихи. Праведники, да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах имя Ему, Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Да благословит Господь нас воистину иметь радость в нашем Господе. Попросим благословения на наше служение, помолимся. Господи, Ты наш Бог. А мы Твои дети, искупленные чады Твои, церковь Твоя, которых Ты искупил и кровью Своей омыл. Через Духа Святого Ты даровал нам возрождение. И ныне мы Твои дети. И благодарим Тебя, что Ты позволил дожить нам до этого светлого праздника Христового Воскресения. И мы сегодня здесь, и наше желание пред лицом Твоим продолжать радоваться и веселиться, и Тебя благодарить, Тебя славить, Тебе поклоняться, а Тебе благовестить, о Твоем воскресении порассуждать, чтобы получить то должное и нужное назидание и наставление в вере нашей. Слава Тебе, честь Тебе нашему воскресшему, Господу и Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Высшее под небесами Звук дает запевье, Господу хваленье, Ангелы поют караминь, Торжествующий хвалень. Пойте, пойте Богу славы, Пойте, пойте Богу славы, Воскресайте дружно, Господу земли. Пойте, пойте Богу славы, Пойте Господу земли. Пойте, пойте Богу славы, Пойте, пойте Богу славы, Пойте Богу славы, Воскресайте дружно, Господу земли. Пойте, пойте Богу славы, пойте Господу земли. Он разрушил узы тленя, и воскресенье третий, рано на рассвете. О, Господь, теперь скворенья подарил нам жизнь Христос. Пойте, пойте, пойте Богу славы, воскресайте дружно Господу земли. Пойте, пойте, пойте Богу славы, пойте Господу земли. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогая возлюбленная Божья Церковь, мне сегодня очень приятно от того, что мы имеем с вами прекрасную возможность в это пасхальное утро вместе с вами вспомнить о великом и прекрасном событии, которое произошло много лет назад. Вы знаете, друзья, готовясь к этому пасхальному богослужению, я думал, я подбирал, я старался вспомнить самые прекрасные, какие существуют вообще пасхальные приветствия. Друзья, вы знаете, нету ничего прекраснее, нету ничего лучше, чем самое обычное, самое нам давно знакомое воскресное обращение и поздравление. Христос воскрес! Христос воскрес, и мы теперь спокойны. Христос воскрес, могилу победил. Христос воскрес, даруя мир для многих. Христос воскрес, и вечность подарил. Воистину воскрес, даруя небо. Воистину воскрес, ликуй душа. Воистину воскрес, и нет сомнения. Воистину воскрес, но так же я. Христос воскрес, от сердца поздравляю, родные мои, близкие друзья. Воистину воскрес, и вам желаю, воспряньте духом Господа хваля. Дорогие мои, вы знаете, в эти последние дни, когда вокруг нас мы видим бушующее море мирового бедствия, когда народ весь в переживании, в страхе, в унынии, братья и сестры, мне хотелось бы, я бы желал, чтобы на ваших сердцах всегда оставалась безмятежность, безмятежность, чтобы на ваших лицах был всегда покой, и чтобы в ваших глазах сверкали искринки радости. Но вы знаете, друзья, несмотря на все наши переживания, на все наши трудности, когда мы читаем с вами Священное Писание, мы находим, что в то время, когда воскрес Иисус Христос, были люди, которые тоже были печальны, были люди, которые находили в состоянии переживания, у кого болело сердце, у кого болела душа. Давайте некоторых таких людей мы сегодня с вами немножечко вспомним и увидим, что с ними произошло после встречи с воскресшим Иисусом Христом. Давайте вместе с вами откроем наши Библии, откроем место Священного Писания, которое записано в Евангелии Луки. Будем читать 24 главу, с 13 по 16 стих и с 30 по 32. «В тот же день двое из них шли в селения, отстоящие стадии на 60 от Иерусалима, называемые Эмаус, и разговаривали между собою о всех сиих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословив, преломил и поддал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше». Шли в Эмаус, Клеопа и другой. Друзья, вы знаете, мне очень нравится, что в Библии нет уточнения, кем именно был этот другой, рядом идущий человек. Это означает, что сегодня, читая этот текст из Библии, каждый из нас может сказать, «И шел Клеопа, и я рядом». И шел Клеопа, рядом шел Николай. И шел Клеопа, рядом шел Георгий. Каждый может поставить себя, посмотреть на себя. Братья и сестры, какая ситуация, что произошло с ними? Они идут в Эмаус, их глаза потуплены в землю. Они смотрят себя под ноги. Почему? У них в сердцах страшные переживания. Совсем недавно они лелеяли мечту о том, что они будут восседать по правую и по левую сторону от великого царя, который скоро должен организовать великое войство, который будет победоносно шевствовать, который сможет освободить Иерусалим, избавить Израиль. Вместо этого они похоронили своего учителя. Незбившиеся надежды, переживания, страх, разрушенные мечты. Что может быть печальнее? Вы знаете, я помню, когда-то, когда я поступал учиться в учебное заведение, мы сдавали вступительный экзамен. После этого мы все вышли на улицу, там висел большой плакат. На этом плакате были написаны имена тех, кто будет учиться. Вы знаете, я свое имя прочитал, отошел в стороночку и наблюдал, с кем же я смогу учиться потом. И вы знаете, и по лицам было все видно. Подходит молодой человек, посмотрел на список, внимательно, с переживанием таким в лице, увидел свое имя и радуется, и он счастливый, он улыбается. А некоторые подходят, смотрят внимательно, смотрят долго, а потом с поникшими лицами, грустные, идут домой. Вы знаете, я примерно себе так же представляю Клеопу и другого. Не сбылась их мечта, разрушена надежда, их лица опущены в землю. Дорогие друзья, к ним присоединяется Христос. Иисус знает состояние их души. Клеопа, подними свои глаза к небу. Дима, ты зачем смотришь под ноги? Глянь на небо. Глянь, посмотри рядышком, кто с тобой? Иисус Христос рядом, Он воскрес. Вместо этого мы очень часто смотрим на свои проблемы, смотрим на свои переживания, смотрим себе под ноги, видим только свою беду, видим только свою неудачу, вместо того, чтобы поднять глаза и посмотреть на воскресшего. Дорогие друзья, вы знаете, Иисус Христос никогда не оставляет человека в переживаниях. Он всегда спешит на помощь к тому, у кого сейчас разбито сердце. Иисус Христос идет рядом, и Он всю дорогу к Леопе поднимает глаза. Клеопа, посмотри, кто рядом. Дорогие друзья, Иисус Христос воскрес для того, чтобы мы смогли поднять свои глаза от наших переживаний и увидеть воскресшего Иисуса Христа. Читая Священное Писание, братья и сестры, мы находим также еще одну личность, которая во времена, когда Иисус Христос воскрес, когда нужно было бы радоваться, эта душа находилась в переживаниях, в скорби и в слезах. Давайте вместе с вами откроем еще одно место из Библии. Оно записано в Евангелии от Иоанна, двадцатая глава, будем читать одиннадцатый по шестнадцатые стихи. «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равони», что значит «учитель». Вы знаете, друзья, готовясь к пасхальному празднику, мы с нашей семьей каждый день, каждый вечер читаем эту историю, историю о воскресении Иисуса Христа. Из разных евангелистов. И на английском языке, и на русском. И вы знаете, что интересно, дорогие мои? Вот когда читаем на английском языке, здесь написано, что Мария не просто плакала. Здесь используется слово, которое на английском языке звучит, как «weeping». Это слово означает не просто плачь, это слово означает глубокое, страшное, сильное, сотрясающее рыдание. Мне стало интересно, этого слова раньше никогда не замечал нигде, посмотрел в словаре, что же это слово значит. Это слово в древности, в Англии, употребляли для того, чтобы описать запотевшее окно. Друзья, что можно увидеть через запотевшее окно? Ничего. Что можно увидеть через заплаканные глаза? Ничего. Для того, чтобы нам увидеть Иисуса Христа, дорогие мои, мы должны просто вытереть наши слезы. Вы знаете, я помню, однажды наблюдал такую картину, один маленький ребеночек очень громко плакал, потому что хотел к маме на руки. И он просто был безутешен, он закрыл глаза и громко плакал. Когда ребенка дали маме, он продолжал плакать. Он рыдал так сильно, у него все глаза были в слезах, и он плакал до тех пор, пока мама не позвала его по имени. Он открыл глаза, протел их кулачками, и когда увидел маму, он резко перестал плакать. Дорогие мои, Иисус Христос стоит с нами рядом. Иисус Христос сегодня кому-то положил руку на плечо, Иисус Христос называет сегодня нас по имени, а мы плачем. Мы просто плачем, потому что мы в нашей жизни видим проблемы, мы видим какие-то переживания, мы видим какой-то карантин, мы видим разные болезни, скорби, горе. Христа не видим. Дорогие друзья, для того, чтобы нам увидеть воскресшего, для того, чтобы мы смогли ощутить всю полноту и радость воскресения Христова, в этот день Иисус Христос каждого из нас призывает, вытри слезы, мой друг, не печалься, не плачь. В Иисусе твое утешение, если в жизни твоей полоса неудач, то запомни у Бога решение. Иисус Христос сегодня возле нас рядышком. Если у тебя финансовые трудности, Иисус Христос сегодня, обращаясь к каждому из нас, говорит, не плачь. Я воскрес для того, чтобы тебе вечность подарить. Я воскрес для того, чтобы ты стал сонаследником моего воскресения и смог жить в том месте, где никогда нет никаких финансовых проблем, там улицы и чистого золота. Если сегодня кто-то, чувствуя себя одиноким, Иисус Христос говорит, не плачь. Ты не одинок. Я с тобой рядышком. Я воскрес, и я не во гробе. Если сегодня кто-то из нас заболел, если сегодня кому-то плохо, Иисус Христос говорит, я все болезни перенес. Я умер. Я был имущим за тебя. И я воскрес опять-таки для того, чтобы в вечности ты никогда не болел, чтобы ты был всегда счастлив. Вытри слезы. Воскресение Иисуса Христа, братья и сестры, оно утирает слезы плачущим глазам. Читая Евангелистом Марка, в 16 главе, 7 стихом, мы находим еще одну историю, где еще один человек во время воскресения Иисуса Христа плакал. Мы читаем, что жены, когда пришли во гроб, чтобы помазать тело Иисуса, они во гробе увидели ангелов. И вестник Божий им сказал такие слова, не ужасайтесь, он воскрес. Его нет здесь. Интересно, что он говорит дальше. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Братья и сестры, почему Петру особо? Воскресший Иисус Христос знает, в каком состоянии сейчас находится сердце Петра. Иисус Христос, воскреснув, переживает о том, что Петр плачет. Иисус Христос знает, что три дня Петр уже безутешен. Совсем недавно Петр отрекся от Христа. Нет возможности примириться с Иисусом. Христос во гробе. И Петр плачет. Петр безутешен. Петр в переживаниях. Петр раскаивается, но уже поздно. Христос во гробе. Поэтому воскресший Христос спешить передать эту радостную вещь для Петра. Петр, спеши в Галилее. Я воскрес. Мы будем иметь с тобой встречу. Петр, у тебя еще есть шанс примириться с Богом. Потому что я воскрес. Говорит Иисус Христос Петру. Дорогие друзья, вы знаете, в эти дни карантина, в эти дни, когда смерть вокруг нас, когда разрушение вокруг нас, в эти дни очень хорошо посмотреть на свое сердце каждому из нас. В этот пасхальный день, братья и сестры, очень важно, чтобы каждый из нас мог проверить свое сердце, проверить свою жизнь. Возможно, где-то в своей жизни я сделал больно Иисусу Христу. Возможно, где-то своим поведением я что-то сделал так, что теперь мне совесть мучит. Возможно, я до сих пор нахожусь в страданиях. Возможно, кто-то из нас сегодня плачет, потому что у него нету мира с Богом. Возможно, кто-то из нас сегодня боится, страдает, переживает, потому что он не готов ко встрече с Иисусом Христом. И сегодня, воскресший Иисус Христос, обращаясь к каждому из нас, говорит, Петр, не плачь. Сегодня, в день Воскресения Христова, у каждого из нас есть возможность склониться на колени, обратиться к Иисусу Христу, к воскресшему Иисусу Христу и сказать, Господи, прости. Воскресший Иисус Христос, Он нас услышит, потому что Он живой, Он больше не во гробе. Воскресший Иисус Христос утирает слезы. И как часто из-за того, что мы зациклены на своих проблемах, мы забываем о том, как должно себя вести христианам. Вы знаете, много лет назад, за много лет назад до того, пока Иисус Христос пришел на землю, за много лет назад до того, пока Иисус Христос был распят и воскрес, однажды израильский народ, находясь в Египте, получил повеление от Господа. Все должны зайти в свои жилища, должны закладь пасхального агнца, помазать дверные косяки кровью, потому что ангел-губитель будет ходить по Египту и будет умершлен каждый первенец. Братья и сестры, в тот момент в Египте была пандемия намного сильнее той, что сейчас происходит во всем мире. Намного больше людей в тот момент плакало. представьте себе, если в одной семье отец первенец, у него дедушка тоже первенец в семье, и у них сынок первенец. Приходит ангел-губитель, и за раз почти вся семья умирает. Братья и сестры, насколько страшная ситуация тогда была в Египте. Слезы, скорби, плачь кругом, похороны, Египет в переживаниях. Чем должны заниматься дети Божьи? Помажьте дверные косяки кровью и вкушайте агнца. Вы знаете, братья и сестры, нигде не сказано, что дети Божьи должны приоткрыть дверь, смотреть с переживанием, что же происходит в Египте. Нигде не написано о том, что должны где-то подглядывать в окно, о том, что где происходит. Братья и сестры, дети Божьи должны вкушать пасхального агнца. Иисус Христос – это агнец, закланный за нас. В одном месте написано «Вкусите и увидите, как благ Господь». Дорогие друзья, в тот момент, когда весь мир находится в переживаниях, наша задача, задача детей Божьих перестать плакать, наша задача детей Божьих смотреть на Христа, вкусить, какой он благ, приблизиться к Нему. Дорогие друзья, в эти моменты карантина, в эти моменты всеобщей беды и всеобщего переживания, Господь хочет, чтобы мы с вами обратили свои глаза и посмотрели на воскресшего Иисуса Христа, на агнца небесного. И даже если мы будем смотреть уже на новозаветнюю Пасху, если мы с вами посмотрим на тот момент, когда было воскресение Христова, читая историю об учениках, что происходило? Написано так, что ученики, находясь в помещении, закрыли дверь, потому что у них было страшное опасение из-за иудеев. Они боялись, ученики были в страхе, они дверь закрыли и в страхе сидели в закрытом помещении. Это вам ничего не напоминает? Очень похожая ситуация на нашу. Дорогие мои, что произошло дальше? И в это помещение, в закрытое помещение является небесный агнец. Входит Иисус Христос со словами «Мир вам!» Иисус Христос знает о их переживании, Иисус знает об их боли, об их страхах, Он спешит на помощь им. Иисус Христос входит к ним и приносит мир, покой и радость. Дорогие друзья, в этот пасхальный праздник мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами поменьше смотрели на беды, на переживания, которые вокруг нас. Мне бы очень хотелось, чтобы мы перестали зацикливаться на нашем лечении, на нашем здоровье. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня смогли поднять наши глаза и посмотреть на воскресшего. Для того, чтобы мы могли сегодня посмотреть на того, кто дарит нам жизнь вечную. Очень многие из нас боятся за жизнь земную, забывая о том, что воскресший Иисус Христос умер и воскрес для того, чтобы мы с вами имели не просто жизнь, а жизнь вечную. Да поможет нам Бог, чтобы мы все в этот пасхальный день, в этот прекрасный день, в день воскресения нашего Господа Иисуса Христа могли в полной мере ощутить радость победы, победы Иисуса Христа над смертью, для того, чтобы мы смогли с вами стать полноценными сонаследниками победы Иисуса Христа, и чтобы мы смогли с вами быть сонаследниками благодати и жизни вечной. Да поможет нам Бог поменьше плакать, вытереть слезы и посмотреть на воскресшего. Аминь. Он жив, Он жив, Он жив, Он жив, Собою от смерти поправ, Он жив, Он жив, Он жив, Господь все сил восстал, Он жив, Он жив, Он жив, Сиянием окружен, Он ведет нас к вечной жизни, Его злодиням руки на древо вознесли, Ему страдания муки грехом и нанесли, Кровавый год струился в борьбе с Его чела, Свершил Он труд, Небу хвала, Он жив, Он жив, Собою от смерти поправ, Он жив, Он жив, Господь все сил восстал, Он жив, Он жив, Он жив, Сиянием окружен, Он ведет нас к вечной жизни, Его просил Иосиф тело И снял Его с Христа, Огреб без страха смело В саду своем креста, Но солнце лишь блеснуло, И брака больше нет, Сияет воскресенье свет, Он жив, Он жив, Собою от смерти поправ, Он жив, Он жив, Он жив, Господь все сил восстал, Он жив, Он жив, Он жив, Сиянием окружен, Он ведет нас к вечной жизни, Его. Зарей на гроб явилась Мария, жены с ней, Придя туда, смутилась, Сказал там ангел ей, Пойдите всем скажите, Из мертвых Он воскрес, И радость всем принес с небес, Он жив, Он жив, Он жив, Собою от смерти поправ, Он жив, Он жив, Он жив, Господь все сил восстал, Он жив, Он жив, Он жив, Сиянием окружен, Ведет нас к вечной жизни, Он жив, Он жив, Мои летут волненье, Скорби душой слоей, Вдруг видит визумление, Господь стоит при ней, Она ему в восторге, Учитель говорит, И возвещать о нем спешит, Он жив, 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 Господь все сил восстал, Он жив, Он жив, Он жив, Сиянием окружен, ведет нас к вечной жизни, ой. Шумело, волновалась Иудея, Пришел в движение Иерусалим, В притории судили Назарея, Приговорен был к смерти Божий Сын. Перед народом ложью ознобленным Стоял безгласный Он, Он Царь Небес, Был словно агнец, кротким и смиренным, Готовый принять смерть, взойдя на крест. Над Ним смеялись, полонитом били, В лицо плевали, пичевали вновь, Потом венец терновый возложили, Из-под венца струей стекала кровь. Нес на Голгофу крест свой, повинуясь, И, обессилив, падал под крестом, Как под его ногами не прогнулась, Земля от тяжести грехов на нем. Грехов вселенских, Всех людей на свете, Кто были, есть и что придут в веках, Один за всех Христос нес тяжесть эту На человеческих своих плечах, И вынес их на холм, изнемогая, И, выбиваясь из последних сил, Там римский воин, тело распиная, Страдальцу руки к кресту прибил. Подняли крест, и к древу пригвожденный Повис Спаситель мира, Божий Сын, Царь Иудейский, Злобно осужденный на смерть, Народом избранным своим. Реченное пророками случилось, Предсказанное ими о Христе, Иисус, воскликнув громко, совершилось, Склонив главу, и умер на кресте. Померкло солнце, дрогнула планета, Завеса ветхого разодралась, Святая жертва нового завета, Принесена, кровь ангца пролилась. С креста истерзанное тело сняли Иисуса тайные ученики, Скорбящие они еще не знали, Кого в слезах в гроб каменный несли. Казалось, навсегда оно почило, На третий день свет землю озарил, То ангел, словно яркое светило, Сошел с небес и камень отвалил. Христос воскрес, расторгнув узы смерти, Он женщинам испуганным вещал. Христос воскрес, несла Мария вести, Воскрес, Фома, не веря, повторял. Воскрес, в испуге стражи восклицали, Воскрес, со злобой молвил фарисей, Воскрес, в народе громко повторяли, Ученики спустя немного дней. Та весть, как солнце утром засияло, Исчезла тень и растворилась мгла, Та весть, как вечный праздник ликовала, Как радугой всю землю обняла. Она горела, верой зажигая Холодные и черствые сердца, Она гремела, души пробуждая, Жить для любви, для мира, для Творца. Сегодня, в светлый праздник Воскресения, Та повесть чудная пришла и к нам. В Христе распятом мы нашли спасение, В воскресшем оправдании сердцам. Христос воскрес, звучит к нам весть благая, Бог совершает чудо из чудес, Когда и ныне сердце воскрешает Для жизни вечной, как Христос воскрес. Аминь. Тихо у гроба, очень рано, Жены спешат, претворяя рассвет. Друг ангел с неба, ковень отвален, Душу согрел воскресенье свет. Он воскрес, победного сиял, Искупителем для многих стал. Он воскрес, спасенье всем принес, Воскресший чудно Иисус Христос. Кто превозможет, разве возможно, Господа славы в плену держать? Кто с Ним воскрес, тот верою может, Кровью Христовой врага побеждать? Он воскрес, победного сиял, Искупителем для многих стал. Он воскрес, спасенье всем принес, Воскресший чудно Иисус Христос. Праздник спасенных, звуки восторга, Церкви Христовой пасхальный привет. Радость святая, всегда наполнен, Бесно тревогам в душе больше нет. Он воскрес, победного сиял, Искупителем для многих стал. Он воскрес, спасенье всем принес, Воскресший чудно Иисус Христос. Воскресший чудно Иисус Христос. Подними меня над всем, что может, Удалить от плеч, поймать вселки, Заслонить за тьми Тебя, мой Боже. Подними над всем, что душу грозит, Что ее терзает на куски. Подними, о, Боже, подними. Пусть я буду бедный в мире этом, Но зато богатым в мире том, Верным Твоим благостным заветом, Огоньком горящим тихим светом, В мире мрачном, темном и пустом, В мире мрачном, темном и пустом. Я хочу здесь ничего не значить, Но своей чуткою душой В помощь бы тому, кто горько плачет И от мира слезы свои прячет Больской души своей больной, Больской души своей больной. Больской души своей больной, Быть утехой, быть благословением, Быть послушной слову Твоему, Боже мой, услышь мое моленье, Пусть мое здесь на земле хоженье Будет в пользу брату моему, Будет в пользу брату моему. Будет в пользу брату моему. И пойдите и скажите ученикам его, Что он воскрес из мертвых. Дорогая церковь на истории Пользуясь возможностью стоять перед вами, Хочу вас поздравить от всей души, Поздравить вас прекрасными словами Христос воскрес! Друзья дорогие, Это знаменательный день для нас, Особый день. Каждый год мы празднуем Воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Друзья, сколько уже было со времени Воскресения Христа, Сколько людей на планете Праздновали воскресение Христа, Сколько сотен, Уже тысячелетия прошли. И всегда этот праздник, Эти слова для нас, они новые. Они каждый раз освежают душу наше, Наше естество. В свое время апостол Ян записал такие слова, И мы свидетели и свидетельствуем, Что Отец послал Сына Спасителем миру. Друзья, в то время, как мы сейчас весело, с радостью Поздравляем друг друга с этими словами, Христос Воскрес. И мы еще долго с Божьей помощью, Куда будем сейчас жить, Предстоящие дни, Предстоящие недели. Мы будем друг друга поздравлять Этими прекрасными словами. Не всегда так было. Вернемся, давайте, на пару мгновений назад, То, что было во время Иисуса Христа. Как воспринялась новость Новость для самих учеников, Как воспринялась новость для самих тех, Которые были самые ближайшие к нему. Это Мария Мать его, Мария Магдалина и другие прочие, Которые были с ними вокруг. Друзья, у них был страх. Это было чувство радости, Которое первый раз сопровождалось Какой-то робостью. Они были в ужасе, То, что произошло. Они были в переживании, То, что не видели. И вот ангелы, Куда мы поздравляем друг друга С этими прекрасными словами «Христос воскрес!» Читая внимательно в эти дни эти слова, Я лично не нахожусь, Что ангелы с большим, С особым таким трепетом Или с радостью Объявляли женщинам, Что Христос воскрес! Просто они сказали «Не ужасайтесь! Не бойтесь! Христос воскрес!» Друзья, кажется, Не было изменения, Ничто не могло поменять страха Этих людей, Этих женщин. Друзья, мы читаем, Что в нескольких местах Евангелисты в трех местах Это Лука, Марк и Матфея, Они описывают эти события, Как женщины восприняли эту новость. Мы читаем, что они бежали. Они бежали дополнить Свою информацию учеников, Которые в то время собирались Прочие одиннадцать. Мы вообще читаем, друзья, Иван или Луки читаем, Кажется, что там Вообще им не поверили. Их слова показались Одиннадцать и прочим пустыми. Так в оригинале, кажется, Согласно Слову Божию, Была воспринята новость Воскресения Иисуса Христа. Страх присутствовал. Друзья, что еще плохо было в то время? То, что, помните, После воскресения Священники собрались И они научили Стараж Пойдите, скажите, Мы вас рассчитаемся, Мы платим все нормально, Дадим вам денег. Скажите, что Иисус Христос не воскрес, Но Его украли Его ученики. Он же был негодный человек. Его украли. И вот, друзья, мы читаем, Что это слово пронеслось Между идеями До сегодняшнего дня. Попробуйте сейчас Изменить Эти слова. Попробуйте Искоренить Эту историю, Которая пошла с самого первого дня. Во все эти времена После Иисуса Христа Ученики Одиннадцати учеников Потом уже двенадцать, Потом апостол Павел Они сталкивались С одной большой-большой проблемой. Проблемой. Это было неверие в том, Что Иисус Христос Не просто был. Евреи некуда было деваться. Историческое общество Евреев Они Принимали Они Знали, что был факт Свершившийся, что был Иисус Христос. Они Противились Воспринимать информацию Или новость, что Он воскрес. И в свое время, друзья, Читаем, что в день Пятидесятницы чуть позже Апостол Пьет В своей ревности Читаем, что Возвысил голос Его с одиннадцатью Обращается К многотысячной толпе, Которая в то время сошлась В Иерусалим Обращается, говорит им Мужи юдейские Всеживущие в Иерусалиме Все это будет известно вам И вынимайте Словам Моим И дальше Самые интересные слова Всего Иисуса Бог воскресил Чему вы свидетели Друзья Всего Иисуса Бог Воскресил Он Говорил До тысячи До тысячи народов Друзья, в то время Читаем чуть позже Буквально, может быть Несколько минут Может быть, несколько часов Мы читаем, что Слова слушающих Мы читаем, что они Умилились сердцем Слова эти И некоторые другие слова Убеждения о том, что Иисус Христос был Пришел как Мессия Как Пророк И Он умер И воскрес Загрешных Эти слова Было достаточно Чтобы умилить Сердца этих Может быть Людей, которые Первое раз слыхали И даже, может быть Окаменелых Людей сердца И мы читаем, что Умилились Друзья, они уверовали В тот день Уверовало около Трех тысяч душ И читаем дальше И нас мертвы По преступлениям Оживотворился Христом Благодатью вы спасены И воскресил с Ним И посадил на небесах Во Христе Иисуса Читаем Ефесянам Во 2 главе 5-6 стих Друзья Читаем, что И воскресил с Ним Друзья Но до того, чтобы Что Христу воскреснуть Друзья Он сначала умер И умер Страшной мученической смертью Это была смерть Очень страшная Я не буду сейчас деталей Все описывать У нас очень и очень мало времени Друзья На то, что он сказал Я хочу обратить ваше внимание На один момент Куда Христус сказал Совершилось Куда Господь воскликнул Совершилось Друзья Совершилось наше спасение На старогреческом языке Слово свершилось Оно включает несколько Немножко более обширное понятие Совершилось Согласно историческим данным Слово Слово Совершилось на греческом Означает Тетлестаи Тетлестаи Слово означает что? Заплачено Всполне По-английски Пейт Инфу И даже Банки На протяжении которого Времени Может быть много времени Греческие банки Куда был долг уплачен Тем, которые В свое время Кто-то брал в долг деньги И они Ставили печать И там были такие слова Пейт Инфу То есть было Тетлестаи То есть Заплачено Всполне Всполне Полностью Выплачен долг Друзья Христу пришлось Выплатить долг То, чем мы Согрешили То, чем мы Согрешили Куда Моисей Пробовал Вводить Народ Израильский С Египта Бог сказал в свое время И куда Бог сказал в свое время Да будут у вас кровь Знамением на домах Где вы находитесь И увижу кровь И пройду Мимо вас Друзья Мы Находим Не раз И не два Куда Слово Божье Писывается Именно Понятие Крови Друзья Без крови Не бывает Прощения Не так ли? Друзья Сейчас так не модно говорить о крови Многие Очень многие Денуминации христианские Многие баптисты Даже Западные Толкователи Они может быть не открыты Но они, друзья Стараются умалчивать В сегодняшних церквях Слово кровь Кровопрудитие И все для того Только чтобы Ничего Чего-то чувства Не ущемить Кого-то может быть Не скрубить Не убедить Кого-то может быть Чтобы кто-то не пошел Грустный домой Что именно за кровь говорится Кому-то может быть неприятно Слово кровь Друзья Именно в крови Прощение Друзья Читаем, что Господь сказал Что если не помажете Свои косяки Кровью Что? Погибните вместе С грешными Египтянами Любой первенец Любой, кто Ваши будут дома Первенец Он погибнет То есть пришлось Укроваться в доме, друзья И пришлось Кровью намазать Двери Чтобы ангел Губитель Шедший с мечом Проносившись над Египетской землей Чтобы он увидел И прошел мимо Как интересно, друзья Когда Помните Особенно, когда были мы молодые Были, может быть, дети Были Что-то, может быть, несется Над нами Какая-то опасность И мы с чего-то, может быть, спрятались Кто нас, помните, искали Так было легко, когда Опасность как-то миновала И мы подняли голову Все Сошло Опасность миновала Если в нашей жизни, друзья Мы не будем Умыты Кровью Иисуса Христа Если это в жизни раз Не произойдет В жизни любого из нас У нас прощения не будет И куда время Куда время Куда в свое время Куда Господь говорит Куда Дети спросят Что это за служение Что это за служение Что это за служение То вы скажите Это пасхальная жертва Господу Скажите Что это пасхальная Жертва Господу Друзья Так Бог Учит Что такое спасение В Иисусе Христе Да будет у вас кровь Знамение на домах ваших Где вы находитесь И увижу кровь И пройду Мимо вас В другом же случае Знаете, как в жизни Это бывает Нам хочется быть замеченным Не правда ли? Часто в жизни Нам особо хочется Быть замеченным Чтобы нас заметили На улице Кто-то может быть На работе Чтобы заметили Что я хорошо работаю Чтобы заметили в церкви Что мы хорошо общаемся С людьми Хочется, чтобы На двери может быть Чтобы нас заметили В церкви С нами поздоровались кто-то Часто в жизни, друзья Это очень естественно В другом случае Хочется, чтобы нас Заметили Помните В свое время Абрам сидит В дневном зное Сидит У дверей Своего шатра И вот друг Он поднимает глаза И видит трех мужей Видит Трех мужей И эти мужья стоят И он говорит Он сказал Владыка Если я обрел благоволение Перед ночами твоими Не пройди Мимо раба твоего Не пройди Мимо раба твоего В этом случае Ему хотелось Чтобы они зашли к нему в дом Друзья, он понял Что это был сам Господь И Аврааму захотелось Чтобы Владыка Который был в лице Этих трех ангелов Не прошел Мимо Них Что они, друзья, потом и сделали Сколько милости Сколько милости, друзья Что Христос Нас не прошел И нас заметил Молодежь поет Я один из тех Кого ты заметил Молодежь поет Я один из тех Кого ты не прошел Друзья, прекрасные слова Это одна из моих песен Нашей молодежи Я знаю Бог не ограничил доступ В крови жизни Бог Всем дает все И подарят любой Всякий призывущий Имя Господне Спасется В Австралии проживает Некоторый Джеймс Кристофер Херрисон Это человек Кличка у которого Человек Золотой руки Ему сейчас чем-то 85-85 Откажется 6 лет Если я ошибаюсь Он еще живой Он еще не умер Не такой сильно старый Загадка в том Суть в том Почему назван Человек Золотой руки На протяжении 63-х лет Этот человек Спасает жизнь Около Двум миллионам Жизней в Австралии То есть Новорожденным детям Суть в том Суть в том Что Кроу Херрисон Она содержала Некоторые Редкие антитела К антигену Д резус фактора Это Заболевание Многих Почему-то В последнее время Заболевание Многих Женщин Беременных С плодом У них Почему-то Вырабатывалось Антирезусные Антитела И вот У Мистера Кристофера Херрисона У одного Из немногих людей В этом мире Кров Плазма Вернее Крови Содержит особый Особый Элемент Друзья Каждые Почти 2-3 недели На протяжении 63-х лет Он приходил Сдавал кров Друзья И таким образом Спас Жизнь Около 2-х миллионов Детей Друзья Это Фактически Человек-херой Мало кто в жизни Может спасти Жизнь 2-м миллионам детей Людей Но что интересно Прошло время И Прошло время И по каким-то законам Австралии Ему нельзя было больше сдавать кровь И так Его уже возраст приходил Преклонный возраст Его кровь Больше не воспринималась Он может сейчас сдавать кровь Но больше нельзя ему сдавать кровь Друзья На этом Его как бы Ну может быть Животворная Действенность По земному Закончилась Чудодейственная Кровь нашего Господа Иисуса Христа Может сейчас Сегодня Любого умыть Любой Любой человек Может подойти К кресту И просить прощения Друзья Написано что Христос Кровь прудил За многих За очень многих И вот Друзья Перед Тем Как я закончил Своих пару слов Я хотел бы вам Оставить Некоторые пожелания Друзья Пусть эти замечательные дни В воскресенье нашего Господа Иисуса Христа Куда сердце наше наполняется Радостью Куда в наших домах Пребывает радость Любовь Куда мы еще раз Спасенные дети Божьи Друзья Мы приходим к тому Что Христ Какая тяжкая смерть Умерла за нас Христос Куда мы своим детям Напоминаем Что такое Пасха Куда мы вспоминаем Что такое Какое значение крови Друзья дорогие Мне хочется пожелать вам Чтобы в эти дни Куда вокруг так Неспокойно В эти дни Куда Новость за новостью Приходит в наши дома В наши В наши уши Влагается всякая информация Друзья Дорогие братья и сестры Пусть Ничто не затмит Пусть даже Самое страшное Что может быть в жизни Да Сегодня люди болеют Некоторые Умирают И может быть Даже те которые мы знаем Еще может быть умрут Возможно друзья У нас Есть вопрос Друзья Как Что может быть Что из-за одного Чего-то небольшого Вся экономика мира Пришла Почти на ноль В состоянии Торможения Но это ничто Не должно нас установить Друзья Нам нужно одно Вспомнить Что в свое время Когда Бог благословил эту землю Буквально Через некоторое время Он проклял эту землю За грехи человека Друзья Помните Что земля проклята Земля проклята За грехи Адама И Евы Имея в эту память Мы должны понимать Что Нигде Бог не обещал Что Бог Избавит На сто процентов Всех от всего Друзья Вспомните Особенно старый завет Друзья Вспомните И Еремию Куда он был вместе Уведен в плен Он пошел в плен И оттуда уже Читаем плач Еремии Он с плачом И он говорит Что мы согрешили Друзья Он не согрешил Он говорит Что мы согрешили Друзья дорогие Мы согрешили Пусть Господь Благословит нас Чтобы в наших сердцах Была Эта большая Большая радость Господи Сила моя Крепость моя И прибежище Мое в день скорби Иеремия 16 глава 19 стих Христос Воскрес Аминь Бог 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 Благословит Бог Бог бегающих Субтитры создавал DimaTorzok 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 Воскрешу Христу Душой признательной Сто тысяч раз благодарю Хочу, хочу сказать ему Сто тысяч раз благодарю Сто тысяч раз благодарю Пусть в эту петь вольется луч От славы Божьей Чтоб он прекрасен и могуч сумел Согреть прохожего Я с трепетом пою Дарю душой признательной Сто тысяч раз благодарю Хочу, хочу сказать ему Сто тысяч раз благодарю Сто тысяч раз благодарю Услышать о любви Христа Зарею раню Чтоб заиграл сердец Кристалл у всех В праздреньях грань Я с трепетом пою Царю душой признательной Сто тысяч раз благодарю Хочу, хочу сказать ему Сто тысяч раз благодарю Благодарю, сто тысяч раз благодарю. И желание моего сердца также порассуждать на такую евангельскую тему – встреча с Воскресшим. Евангелие от Иоанна, глава 20. Апостол Иоанн описывает такое событие, которое произошло в тот же первый день недели, когда Иисус Христос воскрес из мертвых. Читаем, 19 стих, 20 глава. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевшие Господа. Ученики обрадовались, потому что произошла встреча с Воскресшим. Кто-то как-то сказал, «Лучше один раз увидеть, нежели сто раз услышать». Да, может и так. Но мы верующие, а вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Благодарим нашего Господа, что мы имеем в Священном Писании чудную и дивную книгу Библию, которая повествует нам о том, что было с Иисусом Христом, Сыном Божьим. Библия повествует нам и говорит, что «Бог отдал Своего Сына в жертву за грех мира». «В жертву» значит на смерть. Понимание многих, что смертью все заканчивается. Если это так, то где же выход из всего этого положения? «Бог отдал Сына Своего в жертву за грех мира». И Христу надлежало принять смерть. И если этим все заканчивается, тогда все напрасно. Иисус Христос говорил о Своем служении, говорил о Своей смерти, и Он говорил также о том, что воскреснет. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна во второй главе, мы видим такие слова. Иисус Христос, находясь в храме Иерусалимском, и Его спросили иудеи во второй главе Евангелия от Иоанна, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи. «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Мы верующие, и все, что сказал Иисус о Своей смерти, о Своем воскресенье, мы также от всего сердца веруем. Но то, что сказал Иисус Христос иудеям о Своей смерти, о Своем воскресенье, это было как-то загадочно. Вот другое место. Евангелие от Луки, 11 глава. Иисус Христос сказал, 29 стих и ниже, «Когда же народ стал сходиться во множестве, Он начал говорить, Род сей лукав, Он ищет знамения, и знамения не дастся Ему, кроме знамений Иона Пророка. Ибо как Иона был знамением для неневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Эти слова Иисуса Христа были очень загадочны и для иудеев, и для народа. А что же говорил Иисус Христос конкретно ученикам Своим? Говорил о Своей смерти, о Своем воскресенье конкретно и определенно. Мы можем об этом прочитать, как описывает евангелист Матфей, после того, когда апостол Петр в кругу остальных учеников исповедует Иисуса Христа, что Он есть Сын Божий. Да, в тот момент, когда Христос спросил, за кого же почитают люди и за кого же почитают ученики Сына Божьего. И тогда Петр Апостол исповедовал, что Он есть Сын Божий. И в 16 главе евангелист Матфей отписывает, с того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. В 17 главе Евангелия от Матфея мы также читаем после преображения на горе, когда Христос пояснял о том, что Илья уже пришел, имея в виду Иоанна Крестителя, и говорит ученикам, но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали Его, и поступили с Ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Христос после Своего преображения также продолжал открывать ученикам, что с Ним будет. Когда они были в Галилее, мы читаем также 22 стих, 17 глава от Матфея, во время пребывания и в Галилее Иисус сказал им, «Сын Человеческий предан будет в руки Человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Конкретно и определенно Христос открывал ученикам Своим, что же с Ним будет. Когда они шли в Иерусалим, Христос продолжал открывать им, что же ожидает Его в Иерусалиме. И когда в Иерусалиме на пасхальной неделе, после вечери, которую Господь установил с учениками Своими, мы также читаем об этом, где апостол Матфей и также евангелист Марк конкретно описывают эти очень важные слова, которые говорил Иисус Христос. После установления вечерей Господней, сказано, читаю 14 глава от Марка, «И воспевшие пошли на гору Елеонскую, и говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано, порожу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же Моем я предваряю вас в Галилее». Направляясь в Евтиманский сад, Иисус Христос конкретно уже говорит ученикам, что Он будет взят как Агнец Божий для того, чтобы был принесен в жертву. Но Он воскреснет и обещает им эту славную встречу с воскресшем. И как все это далее разворачивалось? Мы с вами из Священного Писания видим, что Христос во исполнении воли Отца Небесного пришел в Иерусалим, чтобы все, что о нем говорится в пророчестве, исполнилось. Он был готов к этому. И в ту ночь там, в Гефсимане, Иисус Христос прилежнее молился Отцу Своему брать на себя грех мира или пройти мимо. И вполне уразумев и согласившись, Иисус Христос вышел навстречу тех, которые пришли взять Его. Ученики готовы были защитить своего Учителя. И Христос сказал ученикам, «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» И тогда множество народа с мечами и кольями возложили на Него руки свои и взяли Его и повели к первосвященнику Агнца Божьего. Привели к священнику и был вынесен приговор «Да будет распят!» И народ кричал «Да будет распят!» Апостол Иоанн в своем Евангелии говорит «И взяли Иисуса и повели и, неся крест свой, привели Иисуса на Голгофу. Там распяли Его». Взойдем на Голгофу, мой брат, посмотрим. Истекая кровью в жестоких страданиях Христос предал Свой Дух Отцу Своему. Умер распятый Христос. Умер за Тебя, за Меня умер за весь грешный мир. Мы верим всему тому, что говорит Иисус Христос. И результат таков, всего Бог Иисуса Христа, Сына Своего, воскресил из мертвых и Он вышел из пелен, которым было обвито Его тело. Пелены остались во гробе в виде кокона, как неопровержимые доказательства Его воскресения. Библейское пророчество гласит 15-й Псалом. Не дашь увидеть святому Твоему тление. Это тайна, что тленному сему надлежит обледься вне тления. Воскресший Иисус являлся Своим, которых Он возлюбил и до конца возлюбил их. Они имели с Ним встречу. Какая радость, какое торжество, ликование. Иисус жив, Он воскрес, Он с нами. Потому и 67-й Псалом, который мы читали в начале, что праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости, и будут петь Ему, и будут ходить пред лицом Его. Это исполнилось. Мы с вами результат всего того подвига, который совершил Иисус Христос ради нашего спасения. Кому и сколько раз Иисус по воскресении Своем являлся, мы знаем из повествования евангелистов, что весьма рано, когда еще было темно, перед восходом солнца случилось землетрясение, могила была открыта, явились ангелы, которые первые увидели воскресшего, имели с ним встречу. Это небожители, это ангелы, которые стали возвещать о том, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь. Он воскрес. Воскресший Иисус явился в этот же первый день недели утром Марии Магдалине, о котором мы уже слышали повествований, как он явился Марии Магдалине, как она плакала, как слезы закрывали именно вот этого ясного понимания, четкости и резкости о том, кто перед ней, думая, что это садовник. Мария плачет безутешно и что говорит? Унесли Господа. Какая трагедия. унесли Господа. Давайте представим. Если Господа унесли, Его нет с нами, Его нет среди нас. Как быть дальше? Брат уже пояснял, что Бог наш имеет эту способность, чтобы оттереть все слезы. И когда воскреший обратился к Марии, назвав ее по имени, она узнала его. Вот она встреча, радостная встреча с воскрешем. Сестры дорогие, какая наша встреча с вами с воскрешем? Мы продолжаем плакать или мы действительно радуемся и торжествуем, потому что у нас тоже была встреча. Он воскреший, именно тот, который уже не умирает, он тот, который всегда пребывает с нами. Мы уже слышали о том, что он явился Петру. Да, в тот же первый день недели он явился где-то отдельно Петру. Я представляю эту встречу, отрекшийся Петр от Христа трижды, плачет, сокрушается. И вдруг такая встреча с воскрешем. Потом апостол Петр в своем послании в первой главе говорит, что именно благодаря его воскресению мы получаем возрождение. Христос Духом Святым возродил и апостола Петра. Да, в прошлом отрекшегося, а теперь возрожденный, а теперь он совершенно новый. Христос явился также в группе женщин, которые возвращались от гроба, где не нашли, и в недоумение возвращаясь, сетывались друг с другом, что же дальше и как быть? И вдруг является им Христос и говорит, радуйтесь, они увидели Господа воскресшего. Произошла эта встреча и воистину они радовались и возвещали ученикам, что действительно Он воскрес. Мы слышали повествование сегодня о том, что братья говорили, когда двое из учеников Клеопа и другой, не знаю, кто другой, то ли апостол евангелист Лука, а может кто-то себя ставит на это место разочарованное, опечаленное, уходит из Иерусалима. Надо в Иерусалим, а не из Иерусалима. И Христос, поравнявшись с ними, начал объяснять сказанное в Писании. И сердце, и дух горит из учеников. Да, соглашаются, все это так, все это действительно верно, пророческое слово свидетельствует об этом. но то, что с ними воскресший Христос, на глазах какая-то пелена. И только тогда, когда вошли в дом и при преломлении хлеба открылись у них глаза, это же воскресший, это Он, о Котором уже и нам говорили, что Он якобы воскрес. и они поняли, что произошла эта встреча с воскресшим. Какая радость, какое торжество. Незамедлительно возвратились в Иерусалим и оказались в той горнице при закрытых дверях, где апостолы собрались, и вдруг предстал пред ними воскресший Христос. Какая радость. Ученики, увидевшие Господа воскресшего, возрадовались, а Фома не был. Через неделю, в следующий первый день недели и Фома был с учениками, и Христос вновь явился и сразу же перешел конкретно к Фоме, подойди сюда, посмотри на руки мои, на раны мои. А ведь Он говорил, если не увижу, не поверю. И воскликнул Фома, Господь мой и Бог мой. Воскресший Господь явился также более пятистам братьям в одно время. Какая была радость, какое торжество, такое общение с воскресшим. Он явился также где-то Иакову. Произошла эта встреча с воскресшим. Он явился также неудачным рыбакам на озере Галилейском. И произошла встреча, и какое благословение, и сколько радости. Воскресший Христос явился также некоторому Савлу и Старсу, который гнал церковь. И вот эта встреча с воскресшим произошла. И серьезных два вопроса задал ослепший Савл. «Кто ты?» «Кто ты?» «И что мне делать?» Да, сегодня многие ставят вопрос «Кто же ты?» И когда Господь через Слово Своё, через Церковь, через благовестие, через возвещение проповеди Евангелия, многим конкретными доказательствами говорит о том, что воистину воскрес, сегодня вся природа, весна, свидетельство об этом, что вся природа жила, потому что Христос воскрес. И люди все равно спрашивают «Кто же ты?» Но чтобы задать вопрос «Что теперь мне делать?» Многие этот вопрос не произносят, потому что Господь конкретно дает повеление «Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь?» Как произошла у тебя встреча с воскресшим Мы также знаем из Священного Писания, что воскресший Христос явился своему любимому ученику Иоанну на острове Патмос. Произошла на острове Патмос вот эта встреча с воскресшим и апостол Иоанн получил откровение, которое нам нужно читать, читать и читать эту книгу, потому что сказано блажен читающий и слушающий слова пророчества книги сей. В 1968 году воскресший Иисус Христос открылся и мне. И произошла эта встреча с воскресшим и какая радость, которая не покидает меня и по сегодняшний день. Слава, слава моему Господу! Встреча с воскресшим воистину это счастье, это торжество. Что главное для нас, друзья дорогие, для многих, которые возможно слушают это слово, подумайте, а если вы пройдете мимо воскресшего? Воскрешение пройдет мимо, а если мы пройдем мимо воскресшего, какой будет результат? Надо остановиться, надо подумать, потому что Иисус Христос за Твой и за мой грех умер и воскрес, чтобы Тебя и меня оправдать. И все те, которые обратились к Нему, все те, которые пожелали эту встречу с воскрешем, примирились с Ним, и теперь продолжаем идти к окончательной, к основной встречи с воскрешем. Он ждет каждого из нас, чтобы никто не оказался на стороне. Ко всем дорогим моим братьям, милым моим сестрам в Господе такое пожелание в этот пасхальный радостный день. Апостол Павел 8 глава к римлянам говорит такие слова 11 стих. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в нас, то воскресивший Христа из мертвых оживить и ваши смертные тела Духом Своим живущим в нас. Мы с вами поем такую песню Псалом. Будем радоваться братья, прочу ныне и страх. Принял нас Христос в объятия и хранить в своих руках. Да будет возвеличено и прославлено имя воскресшего нашего Господа и в сердцах наших и в душах наших. Аминь. Совершим молитву. Помолимся нашему воскресшему Господу, чтобы Его верное обетование воистину исполнялось и с нами и в нас, чтобы Он Духом Своим Святым пребывал с нами. Помолимся. Господь, Тебе слава, Господь, Тебе честь, Господь, Тебе поклонение от нас возглюдаем, возлюбленных детей Твоих, церкви Твоей. Мы благодарим Тебя, что вот со многими из нас воистину произошла эта встреча с воскресшим и это радость, и это торжество, это ликование, потому что это Твоя воля, чтобы никто не погиб, но чтобы каждый поимел эту славную встречу с Тобою. Ты первый вышел из гроба, Ты воскрес, чтобы иметь эту встречу со Своими возлюбленными, которых Ты возлюбил и до конца возлюбил, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Господь, и Ты пришел в этот мир, чтобы взять грех мира на Себя, и Ты все это совершил, мы об этом рассуждали, мы об этом читали, мы об этом, Господи, чтобы никогда не забывали, какую цену им мы достались Тебе. Ты взял грех наш на Себя, Ты пригвожден был нашим грехом на этот крест колговский, и Ты проливая кровь свою, чтобы кровью свою очистить, осветить нас, и Ты умер, и как бы этим был положен конец всему греховному, и в третий день Ты воскрес, и сегодня мы радуемся и торжествуем о Твоем воскресении для нашего оправдания, Господь, слава Тебе. Благослови каждого из братьев, сестер, и всех дорогих друзей, родных и близких, чтобы все мы действительно могли всегда желать этой встречи с воскресшим. Благодарим Тебя, что Ты слышишь, благодарим Тебя, что Ты готов на встречу с нами. Благослови нас, идти этим путем, и мы в смирении, в радости и в ликовании Тебе поклоняемся, Тебя благодарим, нашего любящего вечного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Чудный свет Христово воскресенья, свет надежды, веры и любви, свет для новой жизни пробуждения, Ты, наше сердце, озари, над землею песни славы и дольются Иисус Христос воскрес, воскрес, и под пред сердца сильнее бьются, разгораясь радостью небес, небес. О, сияй над нами, солнце, правды, согревай холодные сердца, и дольются громко песни славы спасшему нас кровью сокреста. Над землею песни славы бьются Иисус Христос воскрес, воскрес, и под пред сердца сильнее бьются, разгораясь радостью небес, небес. живы мы твоим лишь воскресенье ты за нас победу одержал, так прими от нас благодарение, слава Божьей Сын нас оправдал, над землею песни славы и Иисус Христос воскрес, воскрес, и под пред сердца сильнее бьются, разгораясь радостью небес, небес. Христос христос